Девушки отдыхают А с кем вы узнаете примерно через полгода А пока слово предоставляется Танюське Симпампуське Паралс! Спасибо! Сегодня из нашей передачи вы ни за что не узнаете, что Внутри суперкомпьютера Deep Blue, проигравшего Каспарому, сидел Анатолий Карпов Также вы не узнаете о том, что ученые Института Орнитологии По ошибке окольцевали генерала Лебедя, спикера Селезнева и всех соколов Жириновского А также вы не в жизни узнаете о том, что все чиновники в России По предложению Немцова для экономии средств с иномарок пересядут в тюрьму Ну что ж, хорошие и острые новости политические И зато вы узнаете просто, я таки думаю, с восторгом и даже опасаюсь за сохранность потолков нашей студии Что сегодня вместе с нами нашу программу 10 минут в прямом эфире Будет вести Гаргантюа и Пантагрюэль нашей эстрады Голос Родосской сцены Карим Абдул Джабар песни Дядя Степа милиционер шоу-бизнеса Самый большой друг из всех эстрадных певцов Наш друг, естественно Великий и ужасный Филипп Тиркоров Здравствуйте Здравствуйте Да я постою рядом Меня не сбросьте только с подиума Два, три Молодцы Ура, ура Да Ну хватит Для самого для меня, в общем, неожиданность, что Филипп к нам приехал Прилетел, в общем-то И сразу вопрос Филипп, вот я слышал, что недоброжелатели твои Утверждаю, что вот тот самолет, на котором ты летал, значит, в круиз, там, где была вот, значит, на хвосте твоя фотография нарисована, там раньше была фотография Майкла Джексона А ты ее, значит, просто закрасил и нарисовал свое, так сказать, свое лицо Как ты вот, в общем, прокомментируешь это отвратительное заявление своих недоброжелателей Нет, это очень хорошее заявление, мне оно очень нравится, потому что только я мог закрасить лицо Майкла Джекса Достойно, достойно, горча, знаешь, даже не за тебя, а за Россию, прости И слава Богу, что не за Америку Ну что ж, а теперь, значит, звоночки, которые мы слушаем из эфира Здравствуйте Вы знаете, Филипп, я знаю, что вы давали концерты в Нью-Йорке, в Мэдисон Сквер Гардене Неужели у вас совсем никуда петь не зовут, если вы по скверам ходите и выступаете? Ну, не знаю, я просто Эээ, да, Филипп, да ты нахуй Да, зависть мерзкое чувство, хочу вам сказать Это первое За что звонил сейчас? А кто, не важно кто, это его последний звонок Я вычислю номер телефона, с которого звонили, у меня это заряжено, на всякий случай, я, вы знаете, крутой Ну, по пиджаку видно, в общем-то Я имею в виду Пойдя, я тебе советую красный, тетя Кстати, в скверике купленный там, рядом со сквериком, да, на Бродвее тоже есть такая Ну, почему же все-таки ты в сквере ты пел, объясни людям, телезрителям А потому что мне там нравится Я человек природный И люблю связь с природой, с деревьями, со сквериками Алло Алло Да Это передача? Да Здрасте Вот, я смотрю, у вас там человек сидит, да? Он сейчас сказал, что он крутой А крутой он лысый, я знаю Не все крутое, что лысо И не все лысо, что крутое и блестит Поэтому сверхкрутое обычно кучерявое и красивое Ой, ой, просто довёл до их стазу телезрителей. Слушаем эфир дальше. С удовольствием огромным слушаем эфир. Алло. Алло. Филипп, вот вы подарили Алле Борисовне такой длинный-длинный Линкольн. Вот как же она на нём будет у тротуаров парковаться? Сидеть, я. Я тут сейчас занулся. Сделится красная дорожечка. Дай, милочка, сюда наш, да? Так, вот как это? Да не такая же она, что ли? Дай вот эту вот красоту, которую ты держишь, да. Ну, это красота, да. Это я. Подожди, Алла Борисовна не ездит в Линкольн, только ты? Нет. Ой, мне доставка. Кто глава в семье? А, всё, мужчина. Вот мы подъезжаем, подъезжаем, выезжаем, открываем и идём. Вот. А ноги где у нас? Где, где? Голова, что ли, идёт одна? И голова идёт. Где, где? Зарифмовать? Не надо. Не надо. Из эфира у нас нет больше звоночков, поэтому мы переходим к блоку новостей. Павел. Оторвись ты уже хоть на секунду, ты господи, ты боже мой, а. Тридётся вызвать на дуэль тебя, Филипп, наверное. Попробуй. Пожалуйста, Филипп. Криминальная хроника. Три месяца назад в Ихина маньяк, насильник-мужчина. Лицом к лицу столкнулся с маньяком-насильником. Женщина. И теперь это здоровая и крепкая семья. Достойная новость какая, а. Вот ведь, вот ведь, как хорошо. Люди нашли друг друга, пожалуйста. Танечка. Вчера в Москву прибыл знаменитый берлинский зоопарк. У трапа его встречали осёл, косёл да косолапый мишка, мартышка, ворона и лисица и другие официальные лица. Учёные сконструировали новый домашний тренажёр, который отличается тем, что с ним уже совсем ничего не надо делать. Лежит себе в коробке на антресолях и незаметно для вас тренирует ваши мышцы... Эээ... Живота. Спасибо. Спасибо моим ведущим. Очень хорошо и трепетно они прочитали голоси. А мы слушаем звоночки. Пожалуйста. Алло. Алло. Филипп. То, что вы пробились на эстраду, меня не удивляет. Вы не из-за колбаса. Вы такой большой и сильный. А вот как Влад Сташевский пробился. Как ты думаешь, как пробился Влад Сташевский? Пробился или пробился? Пробился. 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 Б. Б. Милый мой, Б. У вас такая интонация, вы случайно не из-за Купера? Каким-то чудом вы просто сумели дозвониться в прямой эфир нашей самой популярной программы. Что вам сказать? Он милый. Тебе нравится ему? Мне? Нет, ну нет, как певец. Нет, ну он милый. Он милый. А как певец? Он милый. Уходит этот ответ, а? Вот они все артисты такие звастые. А какой? Он мил. Ну и черт с ним. И милый, и нормальный. Ай-яй-яй. И милый, и милый. И милый, и милый. Ну все, и милый нормально. И пусть себе... Алло, Павел. Да. У меня вопрос Филиппу. Вот я тут изобрел восьмую ноту. Вам для вашего творчества не надо. Сейчас я ее спою. Значит, там... Ре-ми-фа-со-ля-си-бе. Возьмете? Вам надо в звуки му. В группу. Там эту ноту возьмут. На ура. Ну что ж... Алло, вы правда певец? Ой, точно. А может, спою? Нет, ну это... Нет, ну стоп, стоп, стоп. Стоп, 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 филипп. Послушай, что-то мы заболтали с тобой. Ну меня же телезрителя, особенно женского пола же, они порвут меня, понимаешь? Порвут где? На выходе из телестудии. Если ты не споешь сегодня у нас в программе. Хорошо. Хотите? Будет вам песня. Сами просили. Давай, мы же играть должны, подыграть. Да, я понимаю. Я на скрипочке обычно. Эстонская полечка. О, отлично. Эстонская. Ты на чем? Эстонская полечка. Я на этих, на кастанетах. Я на скрипочке. Как? Ну там надо... Ты начни хоть что-нибудь? Ритм-то хоть? Ты давай на барабан. Дримс-ти-ре-дримс-ти-ри-дримс-ти-ре-тримс-те-те-трим-с-те-те-те. Не, медленнее, менее, медленнее. Те-те-те-те-те-те-те-те-те-те-те-те-те-те-те. У меня на миллион пришей. У меня ни правильны, а в мен дишей. И ко часто мою смилом я все равно пришей на зопе. Хулиган. Таня, мы позвали сегодня в студию хулигана. Нет, мы позвали великого и ужасного Филиппа Киркорова. Действительно ужасный какой-то. Ну что ж, подходит к концу наша программа, и поэтому могу на бис. С другими словами или с этим же? Другими. С другими словами? Еще хуже. Где же там прыщи? Ладно, в следующий раз. Ну что ж, и по традиции, как всегда, лучшая новость недели. Слово Танюськи-Симпампуськи. Пожалуйста. Новость недели сегодня такова. В Чуйской долине произошел огромный пожар. Загорелись громаднейшие плантации опиумного мака и конопли. Веселый ветер, как дало ему название и Тартас, несет огромное облако дыма, насыщенное опиумом и анашой в нашу сторону. Оно накроет нашу столицу ровно в день празднования 850-летия Москвы. АПЛОДИСМЕНТЫ Замечательная оптимистическая новость. А, нет, очень плохая. Плохая и вредная новость. Мы уезжаем из Москвы и в этот Тартас. Я не приду к вам больше. Почему? Новости плохие. Почему? Ну, такие. Нездоровые. В следующий раз пусть Агата Кристи придет. Ладно. И придет, значит. А как понимаешь про стихи читать, так это значит ничего. В песне. Ну, так это от души. А это и Тартас передал. Из глубины души. А это и Тартас передал из глубины недр своих. Да, непонятно. Ну что ж. Таких. Все. Все. На этом программа 10 минут в прямом эфире с Филиппом Кирконовым заканчивается. Спасибо вам, уважаемые телезрителя. Спасибо тебе, Филипп, что приходил сегодня к нам. До свиданья. До свиданья. До свиданья. Субтитры сделал DimaTorzok